Хорошо. Продолжаем разговор. Итак, про пищу. Будда пошел просить пищу. Он пошел просить пищу для того, чтобы накормить, для того, чтобы его накормили обычные люди, для того, чтобы он пришел к тем, кто не ходил к нему. И еще он просил пищу. Есть такая традиция в буддизме, когда подношение духом берут пищу и бросают ее на землю, для того, чтобы накормить голодных духов. И Будда делал это. Он кормил духов. Это, конечно, были духи, которым сильно повезло, потому что не все духи могут есть, могут видеть пищу как пищу, не все духи могут ее есть. И только сильные духи могли есть пищу от Будды, и слабые духи от этой пищи болели. Они не могли тянуть, силенок не хватало. Когда Будда вернулся, он поел то, что принес, и отложил миску, сел, отложил миску, и сел на землю в этом парке. Значит, дальше. Будда сел на землю. Почему он сел на землю? Что стульев не было? Будда хотел создать равенство, общаясь со всеми, а не только с элитой общества, общаясь на их уровне. Если бы он делал иначе, если бы он делил людей, которые, своих последователей, своих учеников, на богатых и бедных, то это привело бы к тому, что группа учеников должна была быть разделена внутри себя. И Будда хотел пропагандировать равенство, показывать пример смирения и делать так, чтобы относиться ко всем людям одинаково. У многих людей в Древней Индии не было дома стульев, дома было принято сидеть на полу, потому что не было денег на всякие такие вещи. Они дома сидели на полу. И Будда делал так же, чтобы общаться в комфортной для них обстановке. Он создавал обстановку комфортную для всех людей, не только для богатых. Ау! Можно перезвонить еще раз? Третья медитация. Хорошо ли я ем? Есть правильная, это большая часть духовной практики, большая часть хорошей медитации, правильного ретрита. Геши Майкл монах. Монахи не едят после полудня. Геши Майкл говорит, что я не ел очень много лет после полудня. Всю свою бизнес-жизнь, когда он работал в Андин, то есть жил среди людей в городе, где он должен был быть бизнес-человеком, он не ел после полудня, в течение 19 лет. И Геши Майкл говорит, что это очень полезно для духовной практики. До полудня? Ночью. Два можно поездить время. Каковы рекомендации Геши Майкла относительно питания? С утра Геши Майкл пьет смузи. Знаете, что это такое? Это перемолотые всякие штуки вкусные. Он говорит так, что вот такой зеленый напиток, он использует зеленый напиток, green drink, туда ягоды обычно, это основано на ягодах, туда можно ореховое молоко, бананы, всякие сладкие штуки, обычно туда идет шпинат или кейл, это такой салат, который содержит очень много, как капуста, он содержит очень много белка. То есть для вегетарианцев особенно это источник белка, такие штуки. Это вообще очень энергетический напиток, очень питательный, потому что... Блендер! Шпинат, смузи из шпината, кейла. Кейл, я спрашивала, у нас, у нас пока нет в России. Это такая, выглядит как капуста, как длинные листья капусты, которые не скручены, а длинные. Относится к семейству капусты, похоже на такой большой, здоровенный, длинный салат с длинными листьями, с такими сильными. И он очень насыщенный зеленый цвет, вот как вот у этих бустеров, такого цвета они. И там очень много белка. Нас поили этими коктейлями, это очень вкусно, ну, для меня. И это очень тонизирует. То есть после такой штуки не хочется есть долго и чувствуешь прилив сил. Мед, банан, ягоды. Белок у нас за счет шпината, я так понимаю, да? У нас в России зеленый за счет шпината можно использовать растительный белок в банке, там какой-нибудь из, сделанный из каких-нибудь других белков. Там пшеничный белок, порошковый, сухой белок, всякие, сухие такие штуки. Вот. Я... Очень хорошо делать пророщенные бобовые, да можно пшеницу и овес, и ячмень, а можно делать и рожь. А можно делать чечевицу проращивать, маш, нут. И тоже это класть в смузи. Это, во-первых, очень полезно, потому что там все это живое, потому что зерно, оно спит, а когда оно собирается стать растением, оно просыпается, там начинаются ферментные процессы, потому что белок... Я могу вам лекцию прочитать. Короче, кратко. Зерно просыпается, особенно в бобовых, и ферменты начинают готовить это зерно к тому, чтобы мы могли съесть. Это лучше, чем варка. И там витамины и минералы. И все это живое. Поэтому делает смузи с проростками, то есть с росточками этих всех вот бобовых, это тоже очень питательное белково. Комментарий Геши Майкла, рекомендации. Значит, он рекомендует туда, он использует ореховое молоко, там какое-нибудь миндальное молоко, например. Ну вот. Не коровье молоко. Потому что... Цитаты. В коровьем молоке очень много страдания. В нашем мире очень ценится телятина. Откуда берется телятина? Из магазина. Из магазина. Как она попадает в магазин? Приходит. Откуда? С мяса комбината. С бойни. Потому что люди говорят, ну если я не ем мясо, я не плачу за убийство, то я могу есть молоко. Ну, как бы история Геши Майкла, которую он рассказывает, что его... Ну, один человек, скажем так, ел мясо. Он говорит, ну я же не убиваю корову. Ну, я покупаю мясо в магазине. И ем. А Геши Майкла говорит, вот... Один человек предлагает мне купить айфон. Но я знаю, что он передает ворованные айфоны. У нас, кстати, украли айфоны, пока мы летели из Америки. Вот. Я знаю, что это ворованные айфоны. Как это? Хорошо, если я куплю этот айфон? Как вы думаете? Ворованный плохо. Хорошо. А корова? Она сама свое тело отдала, чтобы ее зарезали и мы съели? Или мы украли ее тело? Мы ее взяли... Взяли ее тело без ее разрешения. Сейчас про мясо сначала. Понятно? Мы взяли тело... Мы взяли тело коровы и украли у нее. Ну да, они украли еще. Да? И мы... В этом есть очень много боли и страданий этой самой коровы. И когда мы едим телятинку, это... Бычки, мальчики. Коровы-мальчики. Потому что у коров, так же, как и у людей, рождаются и девочки, и мальчики. Девочек оставляют, потому что они будут давать молоко потом. А мальчиков подращивают чуть-чуть и забивают. И продают дорого, потому что это телятина. Бывает пятимесячная телятина, бывает девятимесячная телятина. И такое мягкое, нежное мясо. Мы убиваем других, крадем их тело и его продаем. И тот, кто покупает, он не убивает сам. Но он платит за убийство и платит за краденое тело. Если вы в эту миску купили мясо, он не удел? Я не знаю. Потому что на самом деле здесь такое очень... Ну, сейчас... Что по сути, по сути, Санны буддисты, взятные? Деши Майкл об этом говорит, что в его монастыре ничего нет. Монастырь очень большой, Сэра Мэй. И там ничего не растет, ничего не росло, когда он туда пришел. И они ели мясо. Они буддисты, они все это понимают. Но они ели мясо, потому что им нечего было другого есть. Да. И Деши Майкл сделал сам, заплатил, заработал деньги, эти деньги отдал туда. И он сделал водопровод с тем, чтобы вода приходила туда. Он сделал там поля. На этих полях он сделал выращивание кукурузы. И тогда они смогли есть кукурузу. И сою. И это стало для них источником белка. И из-за этого они отказались от мяса. И официально в монастыре Сэра Мэй, на тот момент, когда Деши Майкл рассказывал, он сказал, что они уже пять лет официально не едят мясо в монастыре, в темпле, в храме. И когда тебе нечего больше есть, ты выбираешь между жизнью коров и жизнью своей. Но если у тебя есть возможность... Можно только к коровкам относиться, так и к свинкам, к курочкам, к рыбкам. Вот. Дальше про молоко вопрос. Что уже слышно? Ура! Обращай на них внимание. Отлично. А это что такое? Арина, записи нету. Арина, делай запись срочно. Вообще нету записи. Все, не знаю. Просто нету записи. Вот это, вот это. Прекрасно. Файл новой видеозаписи. Нет. Вот эту штуку нужно. Свернуть. Файл. Закрыть надо, не свернуть. Хорошо. Он просто глючит. Его надо закрыть совсем. Слушай, подожди. Знаешь, что сделай? Сохрани. Сейчас он будет сохранять очень долго. А ты уверена, что это что? Это вот последнее? Не знаю. Вот, значит, нужно вот эту. Видеозаписи. Пишет. Ура! А мы много растаем. Сейчас я это все буду вырезать. Замечательно. Давай, дальше. За коробку. Еда очень важна для достижения шаматы, говорит Геши Майкл. У Геши Майкл, на самом деле, это очень хорошая, очень хорошая отмазка, потому что Геши Майкл, я смотрю, так тоже очень много использует. Он говорит, это сказал Тахар Макирти. Все. Все. Только что я не просто видела, что я это не говорю, вы меня получили уже. Я такое не говорила. Вот. Пища очень важна для медитации, говорит Геши Майкл, поэтому мы разбираем пищу. Вот, и то, чему уделял внимание Геши Майкл, на это мы стараемся сакцентироваться тоже. И поскольку был вопрос про молоко, а молоко-то что? Вот, просто нужно немножко подумать. Мы пришли в магазин, купили и пошли, мы не думаем. Нужно немножко подумать. Когда я плачу деньги, я спонсирую тех, я за что-то плачу. Я плачу зарплату директору магазина, продавцам, кассирам. Они из этих моих денег, я купила литр молока. И из этих денег, которые я заплатила, не знаю, почему литр молока. Почему литр молока? Ну, хорошо, 100 рублей даже, например. Я заплатила за литр молока. Из них, может быть, один рубль пойдет директору, Может быть, один рубль пойдет кассиру. Может быть, там 50 рублей или 30 рублей пойдет производителю, который это молоко произвел. Да, тому, кто привез. Тому, кто привез. И в конце концов, какая-то сумма изначально придет к тому, кто это молоко, да, кто содержит корову. И поэтому вот мы можем проследить. Закрой, вообще, вот здесь закрой. Вот это все закрой. И когда мы идем покупать молоко, мы достаем кошелек и хотим заплатить, можно было бы подумать, за что я сейчас плачу. Коровы, мальчиков, мы договорились, мы поняли, да, уже, что их зарезали, потому что они не нужны, они молока не дают. Девочек, коров, телочки называются, их оставили, их выращивают. И потом, когда они достигают определенного возраста, их покрывают, и они становятся беременными. И они беременными всю свою жизнь, пока их не забьют окончательно уже на мясо, всю свою жизнь, они либо беременными, либо лактирующими. В смысле, они либо кормят грудью, либо они беременны. Постоянно. Если они уже молоко отдавали свои 9 месяцев, то после этого их покрывают снова, чтобы они снова были беременными, потому что не беременными молока не дают. Да, живой такой мир, что коровка всегда дает молоко, это еще ее задача по жизни, работа коровы. Вот, корова дает молоко так же, как женщина, когда она кормит ребенка грудью. Для этого она должна сначала родить этого ребенка. Да. Да. Вот они не просто же так давали молоко-то. Они были беременны. Они сначала беременны, потом они как мы. Мы сначала беременны, потом мы рожаем, а потом мы молоко даем. Но просто в этом случае у коровы ребенка забирают и кормят всякой дрянью, а молоко, да, а молоко забирают и продают нам в магазине. И таким образом, когда я плачу за литр молока, я плачу за то, чтобы ее эксплуатировали, эту корову. Всегда. Просто мысль такая. Вот не надо сейчас... Может быть, молоко в магазине, но и не молоко. Да, но есть миндальное молоко, которое делают из орехов. Орехи растут на деревьях. В Америке очень много всякого орехового молока, миндальное, кешьевое молоко, из семян льна, и оно стоит столько же, сколько обычное молоко. Ну, то есть, вот диапазон цен примерно такой же. Вот оливье. Потому что мы глупее. Потому что мы не думаем. Мы идем, покупаем, пьем. У нас это потому, что мама так учила. Мы голову не включаем. Нет, но животное, кстати, не пьет молоко после того, как после грудного стадия. Не надо никого слушать. Не надо никого слушать. Надо подумать. Так, хорошо. Просто вот подумайте мысль. Потому что мир такой разный. Откуда это происходит? Четыре с половиной, да. И они все на молоке. Совершенно верно. Крова священное животное. Она дает молоко, но ее не едят. Но она дает это ценно и священно. Так что получается? Кровье молоко не пьют в Индии обычно. Они пьют буйволенное молоко. Потому что корова священная, ее нельзя эксплуатировать. Они эксплуатировали. Они буйволы эксплуатируют. А корову нельзя, она священная. Хорошо. Хорошо. Это повод подумать. Если непонятно, что делать дальше, если так много разного всего от мастеров, какой совет? Что нужно создать? Причины, чтобы видеть мир другим, да. Но если я сейчас не знаю, куда идти, помочь другому разобраться в непонятностях. И тогда мне станет ясно, куда мне двигаться. Ну, хорошо. Если есть имена, чтобы слышать себя, значит, не надо ничего делать больше. Я тоже сказала, что во всех министерях я мечтаю какое-то удивительное молитву, которое помогает помочь другому разобраться. Ну, например, для той же самой корови к лучшему первопрещению. Я тебя сначала убью, а потом помолюсь. Я сначала помолюсь. Нет. То есть, если, например, есть ситуация, когда мне нечего есть, и единственное, что я могу съесть, это мясо, тогда я должна есть это мясо с определенным молитвом. Я не могу это мечтать. Если ты спасаешь свою жизнь, это джорчу, это молитва преданности лами. И, ну, как я понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, я ошибаюсь. Но это при условии, что ты осознаешь все, что ты делаешь, а не действуешь, как робот, который просто живет так, потому что так принято. Поехали дальше. Давайте не останавливаться. Слышно? Просто интересуюсь. Вот. И ваша следующая медитация, где вот номер три. Медитация о том, что едите вы, как вы это едите, когда вы это едите, и хорошо ли это для вас, для вашего тела, ума и вашего будущего, для вашей медитации. Если я планирую медитировать в одиннадцать утра, я должна в девять утра уже подумать об этом и запланировать свою медитацию в одиннадцать. И тогда в девять утра я планирую, что я посъем сейчас, чтобы в одиннадцать моя медитация была хорошей. То есть, Леши, Майкл, и мне очень нравится эта штука, с утра пить смузи, и я, если пью полстакана смузи, то у меня потом очень хорошая медитация. А если я ем кашу, то у меня медитация плохая, потому что очень тяжелая кашля. Ну, нет, можно, можно. Я говорю о своем наблюдении. Кашу можно. Я говорю о том, что нужно почувствовать, насколько, что для вас хорошо. Если вы спросите РАВИ, он скажет, что обязательно молоко. Пить есть. Потому что он очень сильно приверженец аюрведы, и в ведах молоко рекомендуют. Я призываю только к тому, чтобы включать голову и думать. Когда мы что-то делаем. Может быть, просто пока еще не обязательно начинать от того, что вы скажете. Сразу, да. Сразу, да. Когда на штуке, почему-то не покажете. Так, давайте мы закончим. У нас пять минут осталось последних. Потом потрендим. Лорд Будда поел и отложил миску. Закончилось время еды. Леша Майкл говорит, что не нужно перекусывать. Что нужно есть, поел и отложил миску. И когда мы бегаем и все время хватаем что-то, это неправильно. Если только врач вам не велел так жить. Если вам врач велел питаться часто и помалу, то да. Если это не связано со здоровьем, то нужно поесть и отложить миску. Вот. Еще что нужно для медитации? Еще для медитации нужна йога. Потому что йога делает нашу медитацию хорошей. потому что йога состоит из асан. Асана – это штука, которая помогает в медитации. Ас – это сидеть, а она – это помогать в. То есть асана помогает в сидении. Когда мы медитируем, мы должны держать прямую спину. Лорд Будда сидит прямо. Это у нас медитация номер 4. Лорд Будда сидит прямо. То есть с прямой спиной сидит ровно. Будда омыл свои ноги и сел. Значит, насчет омыл свои ноги. Зачем об этом написано? Зачем Будда омыл свои ноги? Есть две версии. Он не хотел пачкать подушку для медитации. Или вторая версия. В Индии у людей есть ритуалы. Они моют, например, есть священный рекоганг, и в ней люди осуществляют омовения священные. То есть Будда, живя в Индии, он уважал традиции, устои людей вокруг. Он уважал их то, что их нормы. И если было принято так делать, то он так делал. Не потому, что это правильно и полезно. Но это не правильно, не то, что мы едим мясо, например, да. А он делал это потому, чтобы из уважения к другим людям. он не хотел заставлять других людей чувствовать себя некомфортно. И это причина для достижения шамоты. Делать так, чтобы люди вокруг чувствовали себя комфортно, чтобы они были спокойны. Когда мы даем спокойствие другим людям, мы сами становимся спокойнее. И наша медитация становится лучше. Он стремился к тому, чтобы люди не чувствовали себя некомфортно. Когда мы практикуем, говорит Геша Майкл, не тревожьте вашу семью вашей практикой. Не пугайте ваших родных. Чем ты сейчас занимаешься? Что ты делаешь? А, медитацию на смерть. Не пугайте людей вокруг. Вот. Это мастерство буддистов. Очень быть уважительным к людям другим, которые рядом с вами. Не пугать их, не заставлять их волноваться. Медитирую. А что это такое для себя? А это я концентрирую свою ум. Я учусь быть более концентрированной. Это очень полезно. Знаешь, как это помогает? Здесь, 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 здесь. Не надо говорить, что я делаю медитацию до смерти. и стоишь в электричке. Вот. Вот. у нас бабушка 87 лет. Я делаю медитацию на смерть. Вы как хотите, чтобы я бы приезжала. Вам слышно там? Тут мы тут, это... Бабушка 87 лет. Ой, Арина, там что-то произошло. нет, 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 у нас что-то с записью. У нас с записью что-то, Арина. Бабушка 87 лет, вы делаете, что вы делаете? Медитацию на смерть. Так вы хотите, чтобы я скорее сдохла? Значит, про позу. Лорд Будда сидел прямо. Зачем сидеть прямо во время медитации? Дело в том, что в нашем теле есть энергетические каналы. И в зависимости от того, по каким каналам течет энергия, в зависимости от этого текут наши мысли. Наши мысли скачут на... Это наездники в наших внутренних ветрах. Внутренние ветры это энергия, которая течет по энергетическим каналам. Есть записи? Да. Такие классные пишут нам. Да мы вообще... Приезжайте к нам. Да. Если мы наезжайте, приезжайте к нам. Вот. Даже лорд Будда, несмотря на то, что у него совершенное тело, абсолютное тело, он все равно сидел ровно. Потому что ровная поза очень важна для медитации. Он сидел ровно для того, чтобы показать нам, что это важно для медитации. Если мы правильно сидим, то мы создаем больше причин для того, чтобы медитация наша получилась. Если нас обрюзгал и отвисший животик, и такая сгорбленная спина, и вот такая посадка на медитацию, нам будет сложно достичь шамата. Поэтому мы должны заниматься йогой, чтобы мышцы спины были сильными. Нам нужно свое тело, следить за своим телом, чтобы оно помогало нам достичь шамата. Потому что достижение прямого, увидеть пустоту напрямую, это миллиарды жизней, миллиарды лет в жизнях, в которых мы создавали эту причину. И сейчас мы пришли сюда. И у вас есть окно возможностей сделать это. Это спокойствие ума, такое, как гладь озера, в котором луна отражается без погрешностей. Это спокойствие ума, в котором мы можем увидеть ангела напрямую и взаимодействовать с ним, разговаривать, общаться и видеть пустоту. И на этой радостной минуте мы постепенно закругляемся. Значит, я еще что-то должна сказать. Я должна сказать, что следующее наше занятие в 10 утра по нескольким причинам во-первых, меня просили люди, которые к нам не ходят. Люди, которые к нам не ходят. Даже видео, мне кажется, не смотрят. Меня просили. Я делаю. Но люди должны ходить. Эти и другие. Вот. Во-вторых, потому что, видите, вот с вебинарной комнатой накладки. В-третьих, потому что это целый день. Но сейчас пока, вот я не знаю, рассказать, как бы вот сами примите решение. Просите родни, чтобы он поменял. То есть, будет как? Мы заканчиваем практику здесь. После этого у нас пранаяма, а после этого у нас хатха-йога. Не, а янгара, а хатха. Ну, это йога-янгара. Она хатха, но она янгара. Тебе не нравится? Нет, она янгара-йога. Это вообще не нравится. Не творится. Ну, пожалуйста. Но пранаяма я не знаю. Ну вот. Значит, пранаяма – это такое дыхание, которое раскрывает, на физическом уровне оно раскрывает легкие. У нас легкие с годами сморщиваются и перестают работать по полной, они работают чуть-чуть. То есть, легкие вот такие, а работают они вот так, подышат. И пранаяма на физическом уровне она раскрывает легкие, раскрывает грудную клетку и помогает сделать так, чтобы мы дышали полной грудью на самом деле. Она, конечно, меняет наши внутренние энергетические токи и, конечно, выстраивает энергию правильно и, конечно, готовит наше тело к хорошей медитации. И ум очищает и готовит его к правильному восприятию мира, создает спокойствие и все прочее. В общем, это очень полезно для ума и даже для тела. И у нас будет сначала пранаяма, потом, после пранаямы, сразу будет хатха и вот таким образом будет строиться наша следующая суббота. Час или полтора? По-моему, даже полтора. Сразу после пранаямы будет хатха. Вот. Давайте. Не-не, там не просто полтора часа дышать, это не огненное дыхание. Это разные типы дыхания. Рави очень хорошо дает. Пранаяма ведет только Рави. Он очень хорошо ее дает. И очень мягко и бережно. Да, вопрос. Пранаяма тоже как-то нормальный дыхание. Что-то дыхание. Да. Еще 700 рублей, да. Абонемент можно купить. Получается, что можно заниматься и дыханием, и потом еще и дыхание. Это нужно заниматься и дыханием, и хатхой. Конечно. Рекомендуется заниматься и хатхой, и пранаямой два раза в неделю. Но здесь, по-моему, пранаяма только один раз в неделю пока идет. Ну. Здесь мы переходим к здоровому образу жизни. Почему я вас вообще-то очень сильно подталкиваю активно. вегетарианское питание. Вегетарианское питание получается дешевле. Даже несмотря на то, что я ни в чем себе не отказываю. Я не могу. Для меня так. Это очень дешево. А веганское вообще? Веганское дешевле, чем обычное питание обычного человека, который ест колбасу, мясо, сосиски. Если дома. Если дома. А вот где-то, дорогие, сами насочные. Да. А где-то. Так вам есть. Вот можем сказать. Да, Ганга-ресторан. Там сатвическая еда. Вы знаете, броккори стоит. Это сколько-то килограмм. Да, а мясо почем? Я скажу, что это... А мясо? С чего, подверьте, пищат. Ну, я не беру, так, в минуте. Я не знаю, что я подверьте, пищат. А где он запечет, как-то, например, там, в гости, в хорошем магазине. Ну, нет. Я в глобусе покупаю. Как делать... Как делать, чтобы денежек хватало? Глобус дешевая. Вот видите, да? Один и тот же глобус. Один и тот же глобус. И мы видим его по-разному. Кому-то там дешево, кому-то не дешево. От чего зависит? Конечно, все зависит от дохода. Вот. Поэтому надо делать группу, где люди будут понимать то, о чем мы сейчас говорим, правильно. и... Ну, к вам ходить, да? А, Таня, к Таню. Очень подробно, очень четко, прям зеркало. Таня очень молодец. Хорошо. Значит, Таня. Что тут происходит? Там объяснение пустоты на уровне мужа, который не моет посуду, жены, которая должна ее мыть. Как... Сделай так, чтобы брокколи была дешевой в глобусе. Только, пожалуйста, если вы очень так хотите ходить, звоните мне, я вам расскажу все, чтобы мы начали дальше идти. Потому что люди приходят в новую очередь, ну вот, и мы замужем. Он просто копирировался. Или вот все вместе, да. Давайте, пожалуйста, сделайте это. Вот. Для эго это сложно. Чего это я должен одно и то же пятый раз слушать? Ну, вот. Это эго. Значит, целью должно быть проработать свое эго. Значит, товарищи, мы закончили этот урок. Дальше ходить или не ходить в группу, куда Наташа приглашает, это мы обсудим потом. У меня прям записано, Лене скинуть ссылку на группу. Я вот думаю, какую группу Лене скинуть ссылку? Нет же ссылки. Все уже, да, отлично. Вы молодцы. Да, очень хорошо. Я не пообещала, что я все не даст, но пока не буду. По отношениям, да, нужно сделать группу. Будет группа по карме любви через скайп у нас. Поэтому вам, конечно, наверное, это всем не интересно, но мы сделаем анонс для тех, кому интересно. По крайней мере, можно говорить, делиться с другими, кому кто только пришел и кому это надо. По книге кармы любви. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам, товарищи в скайпе. О, вы живые, вы есть. Ура! Отлично. А там... Все зависло. Вот. Ура-ура. Спасибо вам, что вы были с нами. Очень здорово. Сделай что-нибудь. Останови запись, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok